На первый взгляд эта процедура напоминает бронхоскопию или ФГДС. В кабинете мужчина с запущенной стадией онкологии. Он один из первых пациентов в регионе, которые проходят фотодинамическую терапию. Этот метод борьбы с опухолями бронхолегочной системы, пищевода и желудка внедрили в краевом онкодиспансере. Недавно терапию прошел пациент, который не мог даже пить воду. В пищеводе образовалась огромная опухоль. Раньше человек был абсолютно безнадежный, ему ничего нельзя было сделать. Теперь хоть появился какой-то шанс. Он сразу у больного, сразу наступил улучшение, он начал глотать. Мы боремся за каждую неделю жизни. Фотодинамическая терапия уже применяется в некоторых регионах России. Ее суть проста. Пациенту внутривенно вводят вещество, которое накапливается в раковых клетках. Это позволяет врачу увидеть пораженные ткани и облучить их лазером. Процедуры повторяются через несколько недель. На полное разрушение раковых клеток уходит пара месяцев. При этом пациент может лечиться амбулаторно. У тех, у кого есть полис обязательного медицинского страхования, это лечение проводится абсолютно бесплатно. Сколько планируется в ближайшее время еще у пациентов пролечить с помощью этой терапии? Да, я думаю, что не меньше сотни за год пролечим. Если опухоль небольшая, терапия гарантирует почти стопроцентное излечение. Но надо помнить, что даже фотодинамическая терапия не панацея в запущенных стадиях рака. Поэтому онкологи рекомендуют следить за своим здоровьем. Каждые два года проходить рентген легких и ФГДС. Если вы в группе риска, каждый год. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.